Особое мнение на 101FM Это новые подробности Или новые задержания Или новые эпизоды в уголовных делах И вот новость последних дней Которую хочу с вами сейчас обсудить Это задержание еще двух фигурантов Которые, поверишься, и следствия Тоже причастны к многомиллионным хищениям Бюджетных денег Это экс-руководители АТП И отдела транспорта Николай Дубровин и Олег Чичибабин И кажется, что конца и края Этим новостям нет А на ваш взгляд, как, близок конец? Я думаю, что то, что вы сказали Конца и края этим новостям нет Наверное, пока нет Потому что, на мой взгляд, аресты будут продолжаться Все жульнические схемы предыдущего Руководства города Будут правоохранителями Надеюсь, и выявляться и дальше И я думаю, что мы услышим Новые и новые уголовные дела То, что касается ЦДС Это просто На самом деле В большинстве мупах Возбуждены уголовные дела ЦДС просто это Яркая модель Организованной Преступной Группировки Которая действовала На протяжении многих лет В городе Кирове Где Я это Постоянно говорил и говорю Это мое мнение Что именно это была Организованная Слаженная Группировка Почему? Потому что тут яркая Выраженная Модель Преступной Банды Где есть Низшее звено Которые Задержаны были В первую очередь Ганьба И Рыболовлев Дальше был задержан Никулин Сейчас Я так считаю Что это Среднее звено Ну и ждем Содержания Так скажем Так скажем Лидеров Этой Преступной Группировки Бувшего главу Города Владимира Васильевича Быкова Ну вот вы как раз Говорили уже Да Об этом Вслух И я вас процитирую Следователи На ваш взгляд Получат Железобетонные Основания Для задержания Спикера Зак Собрания Области Владимира Быкова Также вы высказываете Подозрение Что все эти люди Причастны и к другим Хищениям В муниципальных Организациях Например в АТП Вот что вы имеете ввиду Ну я убежден Что вот Допустим В АТП То что прошли суды И люди получили Реальные сроки Осуждены Два человека Один Я так понимаю В бегах Там Я убежден Что и мы Это в 2017 году После того Как только избрались Обсуждали на комиссии Тогда у нас был Как раз Тубровин Который на сегодняшний день Задержан Мы давайте напомним Это речь О деле О печном топливе Да О деле О печном топливе И по нему тогда Дубровин не прошел По нему Дубровин не прошел Он Мы Начинали это обсуждать И на комиссии Задавали ему Кучу вопросов То есть на них Он пытался Как-то там Уклоняться И прочее То есть там Поэтому я Убежден Что никакие Там вот Те кто осужден Это Далеко не Основные Ну это мое мнение Просто Ну наверняка Правоохранителей Не хватило Может быть Доказательной базы И Не дошли До До руководства Я считаю Что это была Та же самая история Как в ЦДС И в электронном проездном Просто Здесь Ну так скажем Никулин Который Вернулся Из Из Побегов В котором он был Просто Видимо Решил Очистить совесть И сдал Вот Банду И сделал Полный Склад Как это было Хотя я считаю Что эта модель Действовала Ну Наверное В каждом мопе Ну То есть Это мое мнение А дальше Ну это Работа правоохранителей Доказывать это Я думаю Что Учитывая Как у них Последнее время Это все получается Я думаю Что мы Услышим И увидим Новые Новые уголовные дела То есть По ЭТП Вы считаете Тоже Вот этими судами Дело не закончится Я не знаю Нельзя тут говорить Закончится Не закончится Но то что Это Было Не безвозмездно Ну Мы Все прекрасно Понимаем Что Никакому там Механику Замдиректора Никто Не даст Заливать В муниципальные Автобусы В государственное Имущество Топливо Депонятного Качества То есть Это топливо Для Быстроходных Машин Ну там Замдиректора Замешан Там Замдиректора Ну я считаю Что Говорить Что там Дубровин Был не в курсе Или еще что-то Это История Была у них Годами И Что кто-то Здесь был Не в курсе Что не было Не в курсе Руководства Города Ну вот Не знаю Может кто-то Поверит Но Ну я вот Точно нет Я думаю Что большинство Жителей Нашего города Они точно В эту историю Не поверят То есть Я считаю Что это Была Та же Самая история Как В ЦДС Как В электронном Проездном Была точно Такая же Иерархия Где получали Одни Другие Ну вот Как вот здесь Вот нам Объясняют Да Одну треть Получал Никулин Годьбар И Боловлев Одну треть Чичибабин Дубровин И одну треть Еще кто-то Но я думаю Что еще кто-то Нам Об этом Правоохранители В ближайшее время Надеюсь Расскажут А объясняют Нам Вы сейчас Други Никулина Дмитрия Гордеева Да О его материале В ЖЖ Или вы еще о чем-то Ну и это И Ну То есть Ну Из других Как бы То есть Источников Которые мне известны Я Эту историю Узнал Еще До задержания Что именно Вот это было Так Я об этом Неоднократно говорил И у вас в студии Что это было Именно Хорошо Спланировано Слаженная Преступная Группировка Я просто замечу Что следователи Пока так не говорят Они Мы с вами Намного раньше Стали говорить Про уголовные дела Здесь И что Бывший глава города Должен сидеть Намного раньше Следователь Но Мы говорили Намного раньше Что должны Там быть Уголовные дела И на Никулина И прочее Но вот сейчас Нам Наши слова Наши домыслы Следователи подтверждают Поэтому я надеюсь Что они Нам подтвердят Ну очевидно же Что есть Преступная группировка То есть тут Не один человек Просто взял По-тихому Что-то украл А именно Слаженная группа Которая делила деньги В каких-то пропорциях Это Само что ни на есть Ну группа Там Три человека Это уже группа Да То есть А тут у них И количество людей Еще больше Поэтому Тут однозначно Должны их судить Как Как ОПГ Как ОПС Организованное преступное сообщество Или организованная преступная группировка Но Они Все эти дела Считают Должны быть Наверняка Я надеюсь Исследователи так считают Должны быть объединены В одно дело И Заследоваться Именно как Как Банда По расхищению Бюджета По расхищению Через Пуниципальные предприятия То есть Вы сейчас говорите Об объединении Не только Эпизодов По одному предприятию А об объединении АТП И ЦДС Я считаю То что Сейчас есть Там По ЦДС Электронный проездной Это уже доказывает Что это была Банда Нет А сейчас Вы сказали о том Что и другие мупы К этому должны Это Как бы Вы знаете Это надо доказывать То есть К сожалению Наверное Вот В то время В которое мы живем У нас Наверное Сейчас бы Не помешал 37-й год Какой-нибудь Но Вот Сейчас Законодательство Таково Что это необходимо Все доказывать Чтобы все это Устояло в суде Там И так далее Поэтому Будут Другие мупы Сюда В эту Как говорится Там Причастность Этой банды К другим мупам Не будут Это уже Задача правоохранителей Еще Вот У меня Вопрос По поводу Вашей фразы О том Что мы Раньше Следователи Начали Говорить А Почему Следователи Не стали Говорить Раньше Ведь смотрите Это 2012-2013 Года Вот Эти Действия Мы Раньше Начали Говорить Почему Потому Что Что касается По АТП Мы Обсуждали После избрания В 2017 Году На первых Комиссиях По Транспорту ЖКХ Обсуждали Это Печное Топливо Что Касается По ЦДС Мы Обсуждали Это Год Назад На комиссиях И говорили Для чего Был создан Электронный Проездной Мы Задавали Кучу Вопросов Этому Рыболовлю Который Приходил На комиссии Мы Спрашивали Для чего Какая Необходимость Была В создании ООО Электронный Проездной Почему Не мог Это Делать Эти же Функции МУП На что Он Говорил Да Мог Тогда Мы Ему Задавали Вопрос Для чего Он Там Был Создан То есть Там Были Невнятные Ответы И так Далее После Этого Контрольно Счетная Палата Мы Просили Контрольно Счетную Палату Депутаты Просили Вместе С главой Города Проверить Данное Предприятие Контрольно Счетная Палата Заходила Находила Какие-то Факты И передавала В правоохранительные Органы А почему Раньше Контрольно Счетная Палата Последний Раз Насколько Мне Известно Она Проверяла ЦДС В 2016 Году Но В 2016 Году У ЦДС Не было Замечаний К работе ЦДС Вот Еще раз Ну вот Все мупы Они Имеют Там Не такое Большое Количество Мупов Чтобы их Проверять Их достаточно Часто Проверяли Но Замечания По этим Мупам Если даже Были То они Были Незначительные Тем более Не финансово Там были Ну допустим По ЦДС Там Не было Никаких Замечаний Замечания Появились Когда С приходом Новой власти С приходом Новой власти С приходом Нового Главы Города Елены Васильевны Ковалевой С приходом Значит Того Председателя Контрольно-счетной Палаты Города Кирова Перзляковой Елены Георгиевны Это вот Елена Георгиевна Вот в принципе Она И Заходя на Любое Предприятие Она В том числе В принципе И дает Начало Всем этим Уголовным делам Выявляя Вот Какие-то Те или иные Факты А дальше Уже Правоохранители Проводят Свои Оперативные Берриятия И К ее Фактам Добавляются Какие-то Новые Эпизоды Но Толчок Вот Все эти Акты Вот Сколько Нам Депутатам Предоставляет После Значит Каждой Проверки Контрольно-счетная Палата Предоставляет Нам Акт Там На знакомление Но вы знаете Это ужас То есть это ужас То есть там Реально просто Ну какой-то Грабеж Там Не знаю Там Ну Там Необъяснимые вещи А грабежом вы что называете Какие-то Премии Еще что-то Премии Ну допустим Взять там ЦКС Да Последний Который акт Там К примеру За ЦКС Долгов у них Порядка Там Сорока С лишним Миллионов Значит У них В 2018 году Гражданско-правовых договоров Заключено на 14 миллионов 800 тысяч рублей 1380 гражданских Гражданско-правовых договоров То есть это Допустим Надо Ну к примеру Сыскать с кого-то Да Какую-то денежную Ну сумму Да То есть там Значит Заключают Договор С юристом Этой же организации И оплачивают ему дополнительно Вот таких историй Там на самом деле Везде В каждом МОПе То есть вот Умышленное Какое-то Разграбление Ну я Честно говоря Не верю Что Вот это все Можно сделать Вот как-то там Неосознанно Неаккуратно Но это можно сделать Один раз Можно там Ошибиться Там два Три Ну пять Ну когда Это делается Годами И Измеряется В сотнях И в тысячах Каких-то таких Дорушениях Да Ну кто поверит В какую-то В какую-то случайность А не в умысел Это всего деяния Хочу перед Перерывом Итог просто Подвести Я правильно Вас поняла Что до Значит Нового руководства В КСП Нарушений В МОПах Не было Теперь они появились Да Причем за эти же Проверяемые периоды Да Хочу от вас Просто услышать Правильно А почему так Потому что С приходом Нового главы города И нового Председателя Контрольной счетной палаты Они просто стали Относиться так Как они должны Относиться К выполняемым Возложенным На них Обязанностям Вот и все У нас сейчас перерыв Полминутки Вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение У микрофона Мария Кожевникова Своё особое мнение Сегодня высказывает Депутат Кировской гордумы Денис Ерохин И продолжим Еще немного По мупам Хочу Процитировать Главу Городминистрации Илью Шульгина Он оценивая ситуацию В Центральной коммунальной службе О которой вы сейчас Только что говорили Заявил, что такого Быть не должно А такого Это когда Это когда Я сейчас процитирую тоже Судя по информации КСП Убыток ЦКС Увеличился За год В 12 раз И составил 44 миллиона рублей Вот о том О чем вы сейчас говорили Так вот Илья Шульгин сказал Что такого Быть в мупах Не должно И вообще Все они должны Стать прибыльными И часть этой прибыли Перечислять городу На то Чтобы его благоустраивать Вот это реально Денис Я думаю Что Любое предприятие Можно сделать прибыльным Тем более С таким С таким ресурсом Как будет Спальное предприятие С гарантированным заказом С гарантированным Объемом работ У которых есть Материальная база У любого предприятия Есть материальная база То есть Это в виде объектов Недвижимости Каких-то Производственных объектов И так далее То есть У нас бизнес Умудряется Брать кредиты Лизинги Платить Как-то И у них Все это выгодно Ну Большинство Скажем так Но Здесь Когда все имеют Приходят Какие-то Непонятные Руководители Ну вот При предыдущем Клаве Города На мой взгляд Мупы Создавались Ну как На Прокорм То есть Вот Идет Один туда Другой сюда И потом Придумывают Такие схемы Как в ЦДС И в электронном Проездном Я считаю Что Любое предприятие Можно сделать Прибыльным Учитывая Но В первую очередь Нужны Так скажем Грамотные Руководители Может быть Как-то кого-то Убеждать Переманивать Ну наверное Это Там Ну какие-то Ответственные Которые В принципе Ну у которых Будет Цель Не Там Тиро стащить И украсить И думать Как там Чего сделать А именно Сделать Чтобы ему Был Функциональный И Выполнял Ту функцию В принципе Для чего нужны МОПы Для жизнеобеспечения Города Ну вот смотрите Вы как депутат Уже за ними Следите Да Вот недавно На контроле У вас МОП Кристалл Был Да Сейчас на контроле ЦКС Вы видите Вот В этом направлении Работа Движется Я вижу Только После Всех этих Слежений Как вы говорите Уголовные дела По Кристаллу Там По-моему Пять или шесть Эпизодов Значит У предыдущего Директора По ЦКС Насколько мне Известно Там Был Корнилов Который еще Пришел При старой власти И который В принципе Так скажем Ну Оставил МОП Не в самом лучшем Состоянии Сейчас уже вопрос Правоохранительных Органов К нему Наверное Будет Ну После этого Успел Прийти Некий Мартыненко Который Был Несколько Месяцев Директором Который Уехал В Казани Там Был Арестован По каким-то Своим Уголовным Делам Ну Насколько Мне Известно Сейчас В Кировском Следственном Комитете На него Возбуждено Уголовное Дело По превышению Служебных Полномочий Потому что Часть функций На которых Должен зарабатывать МУП В виде Обслуживающей Организации Была создана Ошка Причем Создана На его Жену То есть Ну Вот Я не знаю То есть Вроде бы Казалось Все там Читают Новости Там Смотрят Телевизор Слушают Радио И вот Некоторых Видимо Уголовные Дела Предыдущего Предыдущих И руководителей Там Ну Как бы Наверное Ничему не Подождите Мы по-моему Еще не говорили Об этом Что это За схема Как это Все Работало Это Значит Был ЦКС Который На базе Которого Планировалось Создать Мощную Аварийную Службу Города Кирова Потому что Я считаю Что это Необходимо Было Сделать Почему Потому что Сети у нас С каждым годом Становится Только хуже И Мощная Аварийная Муниципальная Служба Она Нужна Для того Ну Хотя бы Устранять Какие-то Коммунальные Проблемы В садиках Школах Муниципальных Объектах Вместо Этого МОП ЦКС Был Практически Разграблен Доведен До банкротства Как вы уже Сказали Долги Увеличились Сколько В 12 Или 18 Раз Да В 12 Раз То есть Убыток Убыток Да Там После проверки контрольно-счетной палаты Там все документы переданы в правоохранительные органы Об этом нам сказала на комиссии Перзлякова Елена Георгиевна А уголовное дело это просто банально люди заходят становятся директором создают свою обслуживающую организацию и деньги за обслуживание перечисляют свои организации Зачем нужно муниципальному предприятию ЦКС у которого штат 81 человек и есть абсолютно все там сантехники электрики там и прочее прочее заключать договор с обслуживающей организации Ну ответ по моему очевиден да только для для вывода денег с муниципального предприятия потому что вряд ли чем-то вновь создана обслуживающая организация может быть там сама делать что-то лучше чем муниципальные предприятия с 81 я повторюсь в штате человек то есть это ну очевидно целая армия которая может в принципе справиться с любой задачей То есть эти там было было создано по моему три обслуживающих организации там Хлынов там еще какие-то одна из них была создана на прежнего директора вот который арестован в Казани на его жену Ну вот обсуждали уже это на городу Да сейчас по этому факту я так понимаю следственный комитет заследует дело какой будет вывод их ну поживем увидим Ну вот это изменение налицо да когда заводятся уголовные дела начали заводиться уголовные дела а вот все-таки вернемся к изменениях в работе новые директора еще что-то здесь ты какая-то идет работа Здесь идет работа но честно говоря я понимаю что директора появляются но изменения есть вот вот я могу сказать по вот я был на комиссии по имуществу там значит у нас приходил директор моп моп латунские бани вот человек это так скажем бывший предприниматель потому что ну муниципальный случай не может заниматься предпринимательской деятельностью он согласился я так понимаю Его уговаривали по-моему насколько я знаю там месяца два он согласился стать директором вот этих бани он оттащил эти бани от ну вот от реально финансовой пропасти уволив там насколько мне известно там человек 20 может даже больше при этом никаким образом не повлияв на работу этих бань тоже насколько мне известно там возможно какие-то уголовные дела потому что там значит деньги непонятно как расходовались он местный мотивация понятно просто так скажем попробуйте в новом качестве вот сделать применить те знания которые как бы у него были наработаны в частном бизнесе да то есть это же основа это все равно как бы она одинаково что управление частным бизнес что муниципальным предприятием просто человек не заточен ни на какое на воровство именно на то есть ну так для себя наверно какую-то самоцель поставил вторая история которая мне совершенно непонятно как вот допустим под цкс у приезжает директор из татарстана на погибающее муниципальное предприятие у которого там все арестованы приезжает из казани зарплата там у директоров мупов там 40 50 тысяч рублей или там приезжает на водоканал директор с такой же как бы с небольшой зарплатой ну не понимаете их интересы здесь не понимаю мотивации этих людей то есть для чего они это делают то есть я понимаю когда люди приезжают там допустим замглавы администрации министром каким-то допустим областным да это очевидно там даже на небольшую зарплату это очевидно что люди просто заполняйте трудовую книжку да чтобы в дальнейшем ну как то вот приобрести какой-то опыт и двинуться куда-то дальше но когда приезжают там на муниципальные предприятия в город киров из казани то есть ну там из каких-то других городов ну честно говоря вот для меня лично мотивация непонятна поэтому я считаю что руководителей наверно надо искать все таки здесь именно кого-то убеждать именно как-то чтобы у них была потивация именно даже не деньги а вот какая-то сама цель что я это смог я это поднял я это сделал и вот ну я там улучшил там будет спальна какое-то там какое-то там муниципальное имущество там сделал какую-то муниципальную услугу лучше качественнее там и так далее еще об одном назначении поговорим после рекламы сейчас полторы минуты перерыв особое мнение на 101 фм продолжается программа особое мнение сегодня его высказывает депутат кировской гордумы денис ерохин и к еще одному назначению да вернемся некий александр фомин был назначен руководителем аэропорта кировского аэропорта победилова вот до этого с 2017 года директора как такового не было были исполняющие обязанности вот теперь он появился известно что ранее был индивидуальным предпринимателем занимался производством картона бумажной картонной тары и вот теперь стал руководителем аэропорта у меня вопрос вот какой денис ждать ли чего-то с приходом нового руководителя поменяется ли что-то и и ишь в каком вообще направлении аэропорт наш должен развиваться ну то сколько мне известно фомин он имел раньше еще при предыдущем руководстве когда аэропор был действительно аэропортом там были свои самолеты он имел какое-то отношение то ли замдиректора был то ли еще что то то что из предпринимателя он ушел возгладить там областное предприятие ну наверное это плюс мы сейчас только с вами обсуждали на примере бань наших самоке вот будем надеяться что он принесет какую-то пользу и применит свои знания но заливание постоянно аэропорт деньгами какими-то субсидиями в этом году до ста тысяч хотят увеличить до ста миллионов мне знаете мне кажется это та история когда у вас упала крыша в доме а вы делаете вы клеите обои то есть мне в первую очередь я считаю что надо развивать экономику в городе чтобы люди здесь не уезжали а оставались чтобы они здесь хотели жить у нас официальная статистика говорит о том что из кирова к сожалению уезжают и надо остановить вот этот отток поселения покупку билетов в один конец на самолет ну не покупку билетов а просто чтобы у нас были чтобы у нас развивались предприятия чтобы у нас люди могли нормально достойно зарабатывать тогда аэропорт сам по себе будет востребован и люди будут им пользоваться будут летать и соответственно увеличится и пассажиропоток там и так далее а когда у нас большинство к сожалению людей думают как дожить от зарплаты до зарплаты заплатить коммуналку да то наверное их аэропорт волнует в последнюю вот я сейчас правильно слышу не развивать аэропорт развивать что-то другое развивать в первую очередь экономику в регионе развивать создавать все те условия чтобы люди здесь не уезжали про аэропорт забыть или что нет не забыть у нас есть там определенное количество выполняемых рейсов до москвы все остальные рейсы как показывает практика ну там за исключением там южных направлений они понятно что тоже востребованы а вот были рейсы нижней Новгорода и так далее там не знаю насколько они востребованы мне кажется нет поэтому я считаю что безусловно аэропорт нужен держать какой-то там минимум вот минимум направлений Москва может южное направление там Питер там еще каких-то ну у нас в общем то это и есть а все остальное как бы ну вот остановить вот то количество заливания деньгами потому что то есть на этом на том что сейчас есть на ваш взгляд можно остановиться просто уменьшить вот эти расходы в первую очередь как в любом предприятии приходишь на любом предприятии там смотреть какие там неэффективные расходы что можно сократить где можно ужаться там и так далее вот здесь ну проедать по 100 миллионов там бюджетных денег в год ну а где какая есть какой есть бизнес-план когда эти 100 миллионов будут возвращаться обратно в бюджет ну вот наверное одного руководителя его ждут этого бизнес-плана не знаю сомневаюсь поэтому я считаю что если у нас остановится отток населения из области из города у нас люди начнут достойно зарабатывать появятся какие-то новые предприятия производства то аэропорт он сам по себе станет востребованным и люди будут с радостью им пользоваться и тогда действительно там количество рейсов необходимо будет там увеличивать потому что будет спрос тему давайте поменяем и вид транспорта тоже об автомобильном теперь транспорте поговорим и о дорогах в нашем эфире константин сичихин общественник сказал что город тратит деньги на ремонт участков которые еще на гарантии в пример привел улицу ленина которую сейчас ремонтируют и несколько участков там например вот от московской до спаской в данный момент находятся на гарантии то есть они ремонтировались в шестнадцатом году а гарантия тридцать шесть месяцев вы с этой ситуацией знакомы и почему такое происходит вы знаете до недавнего времени вообще слово гарантийный ремонт по моему было только ну в договоре каким-то пунктом фактически это практически не работало первый раз я об этом услышал когда вот у нас поменялся губернатор приехал новый министр транспорта Пашногорский тогда был Сергей Михайлович который задавал вопрос в том числе насколько я знаю городской администрации а с чего вдруг за счет бюджета ремонтировать те дороги которые должны ремонтироваться по гарантии но и в последнее время ведь об этом и город администрации говорила и привлекали которые организации которые выиграли их уже там нет они ликвидировались там и прочее вот то есть поэтому такая история была везде и ведь вот первый раз в том году не приняли дворы вот это тоже тем же историям по дорогам потому что люди делали так всегда и они были убеждены что они делают ну вот можно делать так всегда то есть по дорогам вы хотите сказать что так как всегда продолжают делать да они делают так как всегда но в конечном итоге у них не приняли объемы работ порядка там более 30 миллионов и я думаю это по дворам а по дорогам что их это чему-то научит точно так же и по дорогам я надеюсь что учитывая вот эти примеры которые произошли в том году по дворам я думаю что вновь построенные дороги и новые подрядчики они им этот пример будет так скажем уроком и они будут относиться более качественно к выполнению ну да это вопрос качества а вот это вот история по поводу того что ремонтируют гарантийные участки я считаю что надо пытаться там привлекать тех кто их ремонтировал но это же получается вливание денег конечно конечно то есть на эти деньги можно там отремонтировать другие а мы по одной улице там раз в три года ездим катком хотя в городе полно улиц которые требуют там самоке ремонта понятно что это центральная улица но тем не менее почему я то есть это безусловно надо делать пытаться там делать за счет гарантийных ну честно говоря на мой мне кажется что это не совсем подрезультативно потому что ну наверняка там каких-то организаций уже наверное не существует это мое мнение поэтому дальше там просто должны юристы в городе вникать и пытаться как-то там самовзыскивать с таких организаций и требовать устранения каких-то дефектов за свой счет ну да они пытаться наверное за них переделать да сейчас сейчас сегодня в кирове кстати дорожная инспекция унф с проверкой меряют ямы на дорогах которые кировчане отметили на карте убитых дорог вы отмечали что-нибудь нет я не отмечал я и так как бы все эти ямы знают поэтому я думаю что администрации знают просто ну наверное не на все хватает денег как раз именно по той причине потому что мы по одной улице раз в три года ездим вместо того чтобы там передвигаться там в этот год одну улицу в следующий год другую мы одну улицу катаем раз в три года и вот к сожалению у нас так куча второстепенных дорог такие улицы как вон стахановская крупская там вот есть там дома на березняковской выстроили там людям дали разрешение на строительство они построили дома ну там нет даже подъезда асфальтов к этим домам ну то есть полно таких историй и конечно все это надо делать и все эти ямы как бы известны и администрация должна на это самореагировать они у нас два года назад были и сказали тогда что кировские дороги самые убитые в ПФУ вот учитывая то что вы сейчас сказали то что мы видим да все эти ремонты за два года поменяется рейтинг за два следующих года нет поменялся ли рейтинг поменялся ли рейтинг я не знаю не готов сказать за все ПФУ какие там дороги но если сравнивать там со столицей ПФУ нижним конечно мы еще далеко как в других городах честно говоря я не знаю поэтому и готов объективно об этом говорить ну а наши дороги этого года с нашими дорогами 17 вы знаете как бы они безусловно стали лучше мы же это все понимаем то есть они стали лучше мы прекрасно помним то время когда у нас ямы заделывались силикатным кирпичом вот я это очень хорошо помню когда там не знаю каким-то мусором камнями там и так далее засыпали сейчас это ямы есть ну вот знаете их надо уже там отмечать на карте да а раньше просто это все дороги была одна большая яма то есть это же было буквально не так давно поэтому поэтому и каждый каждую весну вновь положенный асфальт который был уложен там где-нибудь в августе месяц он вместе со снегом куда-то там съезжал ну вот вот эта зима показала что в том году по крайней мере дороги были сделаны лучше это объективно я думаю что это не только мое мнение мнение большинства жителей ну вот дороги у нас проверяет дорожная инспекция у н.ф. а тротуары и работу подрядчиков потому что тротуары у нас тоже сейчас ремонтируют проверяют Илья Шульгин вместе со своими коллегами из мэрии проверяют на велосипедах да вот на ваш взгляд это хорошая идея и какого результата от этого ждать или это больше на развлечения похоже ну я думаю что они совмещают приятно с полезным прокатились по городу на велосипеде ну так скажем позанимались спортом и что-то еще увидели наверное есть какие-то положительные моменты в езде на велосипеде ну пусть ездят ну в езде на велосипеде допустим есть а результат от этого какой-то видимый ну я так понимаю они еще первый раз проехались давайте подождем когда они там прокатятся хотя бы несколько раз может там будет какой-то результат то есть я так понимаю что это первое их велосипедное да пока первое поэтому на подождать когда у них войдет это велосипедные рейды войдут как бы в систему и ну кто знает вдруг что-то именно в этом может быть секрет наших хороших тротуаров ну то есть до этого никто на велосипеде не ездил поэтому ну хорошо если из этого что-то получится полезно интересная наверное история почему бы и нет интересно ну я считаю такая как бы ну если нравится ведь там никого я так понимаю то сильно на велосипед не садили то есть они покатались посмотрели пообщались в хорошую погоду на свежем воздухе почему нет а вы что выбираете велосипед автомобиль может быть общественный транспорт ну общественный транспорт к сожалению у нас в Кирове еще наверное так скажем не так сильно разве чтоб ее можно было выбирать для удобства передвижения по городу ну наверное пока автомобиль на этом наша программа подходит к концу Денис спасибо вам доброго дня доброго дня всем слушателям до свидания всего доброго до свидания особое мнение на 101 фм